Добрый вечер. О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишна. Выборы в мажорист парламента Казахстана пройдут в конституционные сроки. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Айдос Укибай. По словам пресс-секретаря первого президента страны, на заседании Бюро политического совета партии Нур-Атан Нур-Султан Азарбаев призвал активизировать подготовительную работу партии к выборам. Не давить на педагогов поручил президент Казахстана на августовском совещании. По словам Касымжа Марта Токаева, зачастую акиматы злоупотребляют полномочиями и привлекают учителей к различным массовым мероприятиям. Впредь такого быть не должно, резюмировал глава государства. Кроме того, поручил повысить качество подготовки будущих специалистов, изучить стоимость государственных грантов и пересмотреть требования и нормативы, которые министерство сегодня предъявляет к вузам. Особое внимание нужно уделить контролю в сфере дошкольного образования, заявил Касымжа Марта Токаев. В частности, раз и навсегда решить вопиющую проблему избиения детей в дошкольных учреждениях. Заняться решением этого вопроса предстоит правительству. Также в числе приоритетных задач повышение статуса педагога. Для повышения конкурентоспособности нации нам необходимо на деле добиться высокого статуса для наших педагогов. В проекте закона о статусе педагога предусмотрены комплексные меры поддержки и другие меры. Это и сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и материальные стимулы. Важнейшие из них доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетради. Увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней. Доплата за степень магистра и другие. Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются от базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов страны не чувствует существенного повышения. Надо прямо об этом сказать. При этом заработная плата остается одной из низких и составляет всего лишь 65% от средней заработной платы по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет. Акима властей должны позаботиться о выделении грантов для привлечения лучших менеджеров и педагогов школ и регионов. Такое поручение дал глава государства в ходе августовского совещания. Вопрос, по словам Касымжмар Токаева, не требует отлагательств. Зачастую один сельский учитель должен преподавать сразу несколько предметов. А это не лучшим образом отражается на качестве получения знаний. Одна из первоочередных задач на сегодня – преодолеть образовательное неравенство, отметил президент. Проблема эта актуальна для многих развитых стран. Касымжмар Токаев подчеркнул, между городскими школами и сельскими не должно быть никаких различий. Стандарты образования должны быть едиными. То же самое касается и программы образования. Все дети, независимо от места проживания или социального статуса их родителей, должны иметь доступ к качественному образованию. Поручаю Министерству образования и науки разработать и запустить специальные программы по преодолению академического отставания детей из семей с низким уровнем дохода или из школ, работающих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие результаты. Акимы областей должны принципиально заняться данным вопросом. Это их прямая ответственность создавать все необходимые условия для наших детей на местах. Ужесточить меры наказания в случае насилия над детьми. С такой просьбой к президенту обратилась уполномоченная по правам ребенка в Казахстане. По словам Аружан Саин, в последнее время вопрос издевательства над маленькими казахстанцами один из самых тревожных. Зачастую насилие над детьми совершают и их сверстники. Поэтому важно принять срочные меры для искоренения подобных ситуаций. Чаще всего сокрытие фактов или противодействие расследованию происходит именно в районах. Аружан Саин предложила поднять дела над преступлениями такого характера на уровень не ниже областного. Также уполномоченная по правам ребенка призвала отменить возможность примирения сторон. Мы сталкиваемся с тем, что семьям угрожает, что их пытаются подкупать. И они забирают свои заявления. И тогда, получается, права ребенка не защищаются в итоге. Ну и, конечно же, должна быть неотвратимость ответственности за любое сопротивление расследованием и сокрытие фактов насилия. Впервые в августовской конференции педагогов принял участие лично глава государства. Это демонстрирует высокое значение, что он отводит образованию, считает сенатор Бакаджан Жумагулов. Важен и тот факт, что Касым Жмар-Токаев наградил педагогов и дал ряд поручений по улучшению условий их труда. Меня особо порадовал тот факт, что самых достойных учителей наградил лично президент Касым Жмар-Токаев. Эти награды, безусловно, порадовали и самих преподавателей. В своем выступлении глава государства выделил основные задачи. Воспитание подрастающего поколения, развитие языка, высказался и о роли казахского языка, о качестве образования, о том, что при обучении необходимо не забывать и о воспитании. Эта работа должна быть совместной, как со стороны педагогов, так и родителей. Бурными овациями сегодня на августовской конференции учителей встретили новость об увеличении заработной платы педагогов. Она вырастет в два раза за четыре года. Как рассказали сами учителя, сегодня в среднем они получают 70-80 тысяч тенге в месяц. Прибавка станет ощутимой поддержкой для семейного бюджета. К слову, доплат получат и имеющие степень магистра. Ну и всем без исключения увеличат отпуск до 56 календарных дней. К существенным изменениям в жизни и деятельности педагогов приведет принятие закона, которое повысит их статус. Правительству предстоит обеспечить практическую реализацию всех принятых норм. Очень много проблем, которые нас волнуют, сегодня были им озвучены. Это повышение роли и повышение заработной платы учителей. Увеличиваться от базовой оклада, но при этом будет учитываться дополнительная оплата за классное руководство, за проверку тетради. И сегодня еще новость была сказана за то, чтобы дополнительная оплата наставникам для молодых учителей. К казахстанским детским садам вернут лицензирование. Эта новость прозвучала на совещании педагогов. Кроме того, в стране планируют составить рейтинг дошкольных организаций. В список попадут не только государственные, но и частные сады. По словам представителей сферы, это благоприятно отразится на развитии отечественной системы образования. Внедрение 4К как раз будет способствовать тому, что дети будут более продуктивные, сейчас более коммуникативные, они смогут общаться в нормальной, свободной среде. И таким образом мы сможем безбарьерный переход от дошкольного к среднему образованию, уже к среднему, к высшему образованию. Столичный Акимат планирует обеспечить школьной формой и принадлежностями около 7 тысяч детей из малообеспеченных семей. На эти цели из городского бюджета дополнительно будет выделено до 200 миллионов тенге. Со специальными сертификатами дети и их родители смогут самостоятельно закупить необходимые школьные товары в магазинах с казахстанской продукцией. Помимо школьных форм и пособий, учащиеся обеспечат горячим питанием, путевками в лагеря в летнее время, а также проездными карточками. Было принято решение о выделении дополнительных средств. Сейчас мы говорим о том, что на каждого ребенка в рамках сертификатов будет выделено по 30 тысяч тенге. Специально с палаты предпринимателя Атамикен провели выборы магазинов, поставщиков, которые могут предоставить качественную одежду и при этом по доступной стоимости. Тем временем алматинская полиция обнаружила 8-летнего мальчика, ни разу не посетившего школу. Ребенок жил в горах с отцом, находить на занятия было очень далеко. Но даже находясь на воспитании у бабушки в городе, мальчик не пошел в школу. В причинах разбираются сотрудники ювенальной полиции. Они отправили соответствующий запрос в профильное ведомство. И пока чиновники от образования выясняют обстоятельства дела, инспекторы собрали деньги и купили ребенку все необходимое для школы. Сам мальчик очень хочет учиться. В настоящее время он вместе с отцом проживает у бабушки. А родная мать у него с 4-летнего возраста не жила с ребенком. И вообще она умерла в этом году от болезни. Нами направлено ходатайство в районный отдел образования для определения ребенка в школу. Модель сервисной полиции первыми в республике начали применять в своей работе Кокшетаусский стражепорядком. Об этом стало известно в ходе организованного в областном центре совещания с первым заместителем министра внутренних дел Маратом Кожаевым. Пилотный проект по созданию сервисной полиции предусматривает 9 направлений. Основные из них изучение социальных проблем и оказание комплексной помощи гражданам. Специалисты уверены, переход на такую модель работы позволит не только поднять их эффективность, но и повысить доверие населения. Экспертную поддержку в работе семинара оказывает офицер ОБСЕ Колин Макару. Конечно, это обмен опытом, изучение международного, самого передового опыта в этой сфере полицейской деятельности. И те наработки и рекомендации, которые будут выработаны в течение этих двух дней, в дальнейшем будут использоваться как одни из постулатов для реформирования и создания сервисной модели полицейской службы. В Мактобе построят специальную экономическую зону. В настоящее время подготавливают технико-экономическое обоснование объекта. С вводом в эксплуатацию СС будет реализовано почти 50 инвестиционных проектов. Напомню, принять комплексные меры по привлечению инвестиций глава государства Касым Жамар-Токаев поручил руководству области весной во время рабочей поездки в регион. На этом производстве выпускают биг-беги и вагонные вкладыши для перевозки сыпучих грузов, цемента, песка, удобрений и гранулированного пластика. Большие прочные мешки поставляют предприятиям западного региона в планах выйти на российский рынок. Общая стоимость проекта – 1 миллиард тенге. Осваивают средства поэтапно. По последней программе простых вещей, мы сейчас отрабатываем банк, мы, думаю, уже второй этап. Мы пройдем покупку оборудования через дому. Порядка 100 миллионов хотим попросить. А собственные средства – это где-то 30 миллионов мы сами еще вложим на строительство ангара дополнительного. И местные, и иностранные инвесторы вкладывать средства предпочитают в импортозамещающие производства. Одна из самых перспективных отраслей – стройиндустрия. В этом году в областном центре запустят производство силикатных кирпичей стоимостью 15 миллиардов тенге и завод по выпуску керамогранита с объемом инвестиций свыше 9 миллиардов тенге. В год на заводе будут выпускать 5 миллионов квадратных метров керамогранита. Сейчас здесь тестируют зарубежное оборудование и подключают коммуникации. У нас есть проведен анализ баланс потребления производства. Оттуда выявлены нищевые проекты. Это большой импорт, который у нас металлообработки. Плюс еще стройматериалов, это те линолеумы, можно сказать, и нефтехимия. Вот эти направления у нас сейчас необходимы. Это более глубоко обрабатывающие промышленности. До конца года в область будет привлечено 600 миллиардов тенге инвестиций. После строительства специальной экономической зоны, объем вложенных в экономику региона средств, как ожидается, увеличится в разы. Здесь будет располагаться казахстанско-турецкий индустриальный парк. Это позволит привлечь крупные транснациональные компании. Данные проекты уникальны. Почему? Потому что многие иностранные инвесторы, которые уже базируются в турецкой субзоне, им очень интересен механизм, который предлагают данные инвесторы. И они готовы приехать сюда и организовать производство именно здесь. Специальная экономическая зона займет площадь в 1300 гектаров. Размещать в ней планируют высокотехнологичные производства, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности и экономики простых вещей. Наталья Салькова, Айбек Даутов, Актубе, Хабар-24. Пожар в Национальном природном парке Карагандинской области локализован. На помощь спасателям пришел дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются и в ближайшие дни. В ликвидации ЧАЭС были задействованы больше 350 человек. Работы в Бахтинском лесничестве ведут круглосуточно. Тушение с воздуха производили три вертолета с водосливными устройствами. Общая площадь пожара в Каркаралинском природном парке превысила 3500 гектаров. Тушение осложнялось труднодоступной горной местностью. Распространение пожара прекращено, однако работы продолжат до полной ликвидации огня. Ее техники проходят. Мы работаем в пешем порядке, что затрудняет эту работу. На особо охраняемых территориях это очень крупный лесной пожар. Последние, наверное, года четыре таких крупных пожаров на территории национальных парков не было. Информационная турная по Европе в качестве отпуска. Обычная карагандинская семья решила именно так провести свои каникулы. Специально к этой поездке Айдар и Маляка украсили свой автомобиль государственной символикой и отправились в путешествие по городам Европы. Казахстанцы запаслись сувенирами, которые раздавали местным жителям по дороге. Запланированное путешествие продлится около месяца. Его протяженность 16 тысяч километров. Позади остались города России, Беларуси, Польши, Австрии, Италии, Франции. Впереди посещение Германии и Швейцарии. Путешественники говорят, к нашей стране у европейцев большой интерес. Во время нашего путешествия к нам подходят жители местных городов, стран. И спрашивают, откуда мы. Интересуются, когда видят нашу машину с флагом казахстанским, с нашими номерами государственными. И мы рассказываем, откуда показываем карту, цель нашего визита. Казахский драматический театр Нартая Бекижанова побывал на гастролях в Узбекистане. В Академическом драмтеатре в Ташкенте артисти поставили пьесу «Нарком Жургенов», известного казахского писателя Рахимжана Оторбаева. Спектакль рассказывает о жизни и деятельности выдающегося казахского государственного и общественного деятеля Тимирбека Жургенова в бытность его народным комиссаром просвещения Казахской АССР. Лейтмотив пьесы – осуществление в казахской степи культурной революции в неравной схватке с идеологией того периода. В постановке приняли участие выдающиеся казахстанские певцы, танцоры и музыканты. Зрители по достоинству оценили представление и отметили, что им близка эта картина. Это историческая драма, о которой должно быть известно молодому поколению и всему миру. Эта пьеса стала культурным наследием двух народов. Я рада тому, что мне удалось побывать на этом представлении. Функционерам и тренерам вручили специальные грамоты и нагрудные знаки за вклад в развитие казахстанского спорта. Всего было отмечено порядка 30 человек. В их числе и депутат Мажелиса парламента, общественный деятель Абай Тасбулатов. Профессиональный праздник спортсмены всей страны будут отмечать в это воскресенье. А уже завтра на велотреке Сараркам пройдет спартакиада с участием подведомственных организаций Министерства культуры и спорта. Я поздравляю наш профессиональный праздник всех работников спорта. С Днем спорта Республики Казахстан. Желаю побольше побед нашим спортсменам. Желаю, чтобы наша спортивная общественность, спорт в стране больше развивался. Было больше побед у нас. Ну, спортсменам поменьше травм, побольше побед. Три лучника из Алматинской области получили путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Токио. Это Денис Ганькин, Санжар Мусаев и Ильфат Абдулин. Ребята – обладатели Кубка мира и Кубка Азии, а также призеры чемпионата мира. На Олимпиаде спортсмены намерены выступать как индивидуально, так и командой. Настрой боевой. Они верят в свое успешное выступление и надеются привести из Токио медали. Отмечу, лучники первыми получили лицензии на игры. Спортсменам по другим видам спорта еще предстоит борьба за путевки. Анализ сделали, планы составлены. Будем еще делать отбор. И на следующий год поедем на Олимпийские игры. Там завоим чисто первое место. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok